всем привет и добро пожаловать на мой канал и сегодня хочу поговорить о том как переехать за границу как начать жизнь с нуля потому что очень часто поступают ко мне такие вопросы и те люди которые вообще ни разу еще не выезжали за границу задаются таким вопросом вообще с чего начать куда идти что делать и куда бежать поэтому сегодня постараюсь вам помочь в этом рассказать какие-то пункты основные правила о том что как переехать за границу если вам интересна такая информация то продолжайте смотреть дальше так первое что самое главное которое я не перестаю повторять всем это снимать розовые очки люди делятся на два лагеря значит одни те которые будут недовольны поездкой за границу и жизнью за границей вторые которые будут счастливы и которые будут созывать сюда и рассказывать и петь разные оды как здесь классно живется так вот разве я вам миф о том что эти люди потом из плохих точнее из тех которых не любили эту страну переходит на тот этап которые поют оды почему с чем это связано это связано со всеми и каждый переходит через этот этап от негатива к позитиву потому что на самом деле когда вы приезжаете за границу первых полгода будет самым тяжелыми самыми депрессивными агрессивными и чтобы вбиться в колью вам нужно будет прожить первых полгода когда вы проживаете первых полгода вы начинаете адаптироваться конечно не говорю о том что вы сразу становитесь своим вам сразу все становится понятно и вообще вы идут самый мега крутой человек становитесь и потом поете оды о том как классно живется за границей нет первых полгода вы проживаете и это такой начальный этап чтобы вбиться в колью чтобы осознать и понять зачем вы сюда приехали для чего и почему потом начинается немаловажный этап это вторая часть полугодия которая начинается уже становление себя то есть вы уже прошли этап тяжелого труда поняли как какие сферы работают и потом вы начинаете стараться вбиться в ту колью и вот я вам скажу прожив год тогда вы будете петь годы о том как хорошо здесь жить как можно экономить деньги как можно что-то покупать автомобили квартиры и все остальное да я не говорю что вы будете на сто процентов восхищены всем и будете довольны понятное дело что с каждым днем с каждым месяцем будете сталкиваться с разными проблемами которые нужно будет решать но все равно это уже будет не те первые полугода а когда вы только приехали в страну и эта разница будет очень сильно ощутимо вы это почувствуете и поймете то нервы были потрачены не зря и все таки вы становитесь на правильный путь и добивайтесь желаемой цели что касается второго пункта вы должны для себя понять что вы хотите за границей вы хотите работать хотите учиться вы хотите переехать на пмж хотите открыть бизнес вы хотите выйти замуж за иностранца то есть вы должны перед собой поставить конкретную цель и задачу переезда вашу за границей потому что если у вас нету цель если у вас нету задач тогда у вас будет кашу в голове и вы тогда Да, будете хвататься за всё подряд, что вам даётся, но в итоге в конце всего пути вы останетесь без ничего, либо потратите кучу своих сил, эмоций, энергий, а также материальных вложений, и в итоге будете разочарованы поездкой за границей. Поэтому второй пункт – это обязательно осознание и постановление задач для себя, зачем вы переезжаете за границу. Третьим пунктом является минимальный хотя бы вклад. Вообще без денег переехать за границу невозможно. Я не знаю, я видела в интернете, пишут там «эмиграция без денег», то есть вы можете переехать и жить счастливо без денег. В любой ситуации вы столкнетесь с тем, что нужно будет что-то заплатить, что-то купить, либо ещё что-то, и без денег прожить никак. Когда вы приезжаете за границу, вы должны иметь деньги хотя бы на первых два месяца. Не важно, будете вы сразу работать, либо вы начнёте работать через месяц, у вас должны быть накопления хотя бы на первых два месяца. Это и касается оплаты квартиры, оплаты транспорта, покупки сим-карток, еды. Если вам нужно будет ребёнка, например, в садик подать, то это тоже будет выбор, либо это будет платный, либо бесплатный садик. И, конечно же, на всякие непредвиденные ситуации. Всё равно они есть в любом случае. Но не бывает так, что человек приезжает, и вот прям вот у него копейка в копейку получается, и всё от а до я у него просчитано. Но не бывает такое. Всё равно какая-то будет неожиданка, несподжанка такая. Поэтому я не буду вам советовать, чтобы ехать вообще сюда с 100 долларами на три месяца. Следующим этапом, когда вы уже сняли очки, и когда вы уже поняли, что у вас есть финансовое состояние для того, чтобы минимально хотя бы переехать за границу, вы определились со своей целью поездки. Здесь, на следующем этапе, вы должны уже обрабатывать цель вашей поездки. То есть искать агентов, которые будут, возможно, заниматься трудоустройством у вас, либо же находить людей, которые отправляют на обучение. Конечно, самым главным вопросом, какой город? Для себя поставьте цели, какой город вы хотите для себя найти. Я открыла просто Google и вписала «Города Польши возле моря». И мне выбирали разные города. Затем я открыла вкладку «Картинки». И передо мной стал выбор. Это либо Гданск, либо Щечин. Я в Гданск просто с первого взгляда, я в него влюбилась. И я поняла, что я хочу там жить. Последующее, когда мы уже искали работы, в итоге говорят, что все-таки есть две вакансии на ту работу, которую вы хотите поехать. Это либо Гданск, либо Вроцлав. Вроде бы. И когда я услышала слово «город Гданск», я сразу сказала, что мы едем в Гданск. Потому что это уже был знак свыше, что я хотела в Гданск. И как раз была работа в Гданске. Поэтому я была очень довольна тем. И так получилось, что мы приехали в Гданск. Следующим этапом является, если вы переезжаете, вы, например, решили остаться здесь надолго, пробить какой-то путь. Помните о том, что сейчас в ужинах очень большое количество людей подается на ВНЖ, на ПМЖ. И чтобы не пустить момент легализации, вы должны через интернет зарегистрировать себя на подачу документов. Не важно, приехали вы в Польшу, либо еще сидите в своей стране. Я советую вам зарегистрироваться. Всегда можно отказаться от этой даты. Но чтобы не было потом, когда вы приезжаете, виза у вас на 6 месяцев первая, а уже, например, в ужинке нету мест, чтобы не было потом проблем с подачей документов. Затем, если же вы переезжаете всей семьей, то нужно регистрировать всех членов семьи. И даже если у вас только родился ребенок, вы тоже его отдельно регистрируете. То есть, если у вас переезжает 4 человека, то у вас должно быть 4 номера, номерка для того, чтобы подать документы в ужин по делам иностранцам. Помните и знайте этот, потому что очень часто люди приезжают, регистрируются на один номерок, приходят всей семьей, а им говорят, мы примем документы только от одного человека. И все. И у всех сразу начинается паника и шок. Поэтому сколько человек вас переезжает, настолько и берите номерков. Даже если, например, у вас что-то не получится, либо вы поменяете город, либо не захотите подаваться в этом, либо еще что-то, легче будет отказаться от этой даты, нежели потом искать ее. Следующим этапом это подготовка самого себя на строй, на лад, на переезд в новую страну, а также изучение языка носителя той страны, куда вы будете переезжать. Я уже вам рассказывала, что каждый иностранец за границей – это рабочая сила. Здесь мы исполняем ту работу, на которой не каждый поляк хочет идти работать. Но хочу вас попросить об одном. Не занижайте свои способности с оплатой труда. То есть, если у вас физическая тяжелая работа, она не может оплачиваться 8 злотых в час. Она как минимум должна оплачиваться 10-12 злотых. Поэтому не делайте конкурентность друг другу. И я уже говорила в видео, накопилось ошибки иностранцев, но сейчас тоже хочу повториться о том, что не занижайте себе свою стоимость работы. Это большая ваша ошибка, потому что иностранец, который соглашается на 7 злотых, то иностранец, который приехал, хочет работать и ценит свой труд, и ценит свой вклад в эту страну, хочет получать 10 злотых. И потом работодатель говорит, «Да нафиг мне тот, который хочет 10, если я наберу столько же людей на 7 злотых». Мы сами делаем ошибки, поэтому не совершайте их, дабы не делать друг другу такую вот оплошность, и не получать потом какую-то вообще мизерную заработную плату. А что касается языка, то я вам советую, конечно же, начинать подучивать его, если вы еще сидите у себя в стране, хотя бы начинать слушать его, просто пускай даже вы не понимаете, но просто один раз в день на час включайте какой-то фильм или сериал и там делайте что-то по дому, но просто чтобы этот язык все время крутился в вашей голове. Первые недели, первые месяца вы будете вообще ничего понимать, вам будет казаться, что все говорят быстро, непонятно и с какими-то разными акцентами, но даже если вы у себя дома не будете говорить, но приедете в страну, вы потом ощутите разницу и вы скажете, «Блин, где-то я уже это слышал, а это уже отложилось у вас в голове, а это уже вы знаете, как переводится». И следующим этапом нужно будет просто переступить через себя, переступить через свой барьер и начать говорить. Просто пытаться говорить. Пускай вы будете говорить с ошибками, пускай вы будете говорить неправильно, просите, чтобы вас исправляло. На ошибках мы учимся, и чем вас быстрее будут исправлять, тем быстрее вы будете учить этот язык, тем быстрее он будет, каждое слово у вас откладываться в голове, и тем быстрее вы начнете разговаривать на этом языке. Так что здесь уже будет все зависеть именно от вас. Следующим малым этапом – это билеты, транспорт. Нужно просчитать, как выгоднее поехать. Если покупать билеты заранее, то они выходят намного дешевле. Когда вы переезжаете уже в страну, берите с собой самое необходимое на первое время в багаже. Самым важным еще покупкой уже в Польше является – это сим-карта. Почитайте про разных операторов. Каждый оператор вставляет разные выгодные предложения. Выберите для себя, которое оно будет для вас выгодным. Я уже вам говорила, мы пользуемся карточками Play. Для нас они очень выгодные, и мы пользуемся интернетом, здесь безлимитным, и разговорами, поэтому мы решили для себя, что у нас будет Play, и нам он нравится, в принципе, хорошо работает этот оператор, и пока без проблем с ним никаких не было. Затем, когда вы уже переезжаете, вы поселяетесь либо в хостел, либо в гостиницу, либо, например, остаетесь у друзей, то в следующем этапе – это, конечно же, поиск квартиры. Обязательно начинайте мониторить квартиры уже за один день до того, когда вы выезжаете, чтобы для себя выписать. Как только вы получаете сим-карту, как только вы заселяетесь в хостел, начинаете прозванивать, потому что помните, что хорошие квартиры разбираются в миг, и очень быстро. Наберитесь терпения, потому что это не будет самым легким этапом, так как сейчас очень большое количество иностранцев, то, к сожалению, разные бывают ситуации, возможно, очень много будет отказов, возможно, так, что из 10 квартир только одни будут соглашаться, чтобы вы пришли, посмотрели ее, поэтому главное – набраться терпения, и вы найдете свою квартиру, свои мечты. После того, когда вы уже заселились, я вам советую пойти в банк и открыть для себя счет, карточку. То есть, карточка приходит в течение двух недель, приблизительно так, во всех банках. Бывает, что она и раньше приходит на ваш адрес, потому что, в принципе, везде, когда вы пойдете работать, с вас потребуют карточку, потому что деньги на руки в основном не выдаются, а перечисляются на ваш банковский счет. У нас банк Millennium, я тоже ода не буду о нем петь, но я очень довольна работой этого банка, выгодные условия, мы ним тоже довольны. Когда вы уже оформили карточку, вы идете на работу, все нюансы по работе обязательно проговаривайте, дабы потом не случились какие-то неожиданные сюрпризы. Если же вы переехали с ребенком, конечно же, задумайтесь о том, что нужно искать садик, либо школу, либо подготовительные какие-то классы. В интернете очень много разных сайтов, где есть списки разных садиков и школ, также выставлены к ним отзывы, вы можете без проблем прочитать там и узнать, какой вам садик нравится. Также я знаю, что в садиках проводится день открытых дверей каждый раз, и если вам какой-то садик, например, либо школа заинтересует, вы можете договориться по телефону, чтобы прийти и посмотреть, как выглядит этот садик, поговорить о всех нюансах. Здесь в Польше есть садики как платные, так и бесплатные. У меня задают часто вопрос, можно ли пойти в платный, а потом, если появилось место в бесплатном садике, можно ли потом перевезти. Конечно, все можно, так что вы можете спокойно дать ребенка в приватный, то есть, в частный садик, а потом, если уже освободилось место, можете спокойно его переводить в тот садик, где для вас появилось бесплатное место. Это, в принципе, такие более-менее основные этапы для переезда за границу. Конечно, в каждом этапе есть еще подпункты АБВГД, и о них можно говорить долго и долго. Если у вас есть вопросы, то напишите мне в комментариях, что вас беспокоит в переезде за границу, или, возможно, с какими проблемами вы сталкиваетесь здесь сейчас и как их решить. Я постараюсь ответить на каждый вопрос. Помогу, чем смогу. Надеюсь, что видео для вас было полезным. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, а с вами увидимся уже совсем скоро в следующих видео и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok